МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Брянский район. Сегодня это самое динамично развивающееся муниципальное образование области. Здесь почти 68,5 тысяч жителей. Эта цифра растет из года в год, что неудивительно. Небольшая удаленность от областного центра, развитая инфраструктура самих сельских поселений и близость к природе делают район привлекательным для жизни. Наш поселок, он очень компактный. Это здесь и музыкальная школа, и спортивный зал, и лицей, и стадион у нас в этом году отстроили. Детский сад, здесь лицей. И удобно, все в шаговой доступности. Свежий воздух. Я думаю, лучше, чем в городе. Но в то же время мы как бы рядышком, можем в любое время попасть в город. Именно в Брянском районе возводится треть от всего строящегося в регионе жилья. Особенно интенсивно разрастается поселок Путевка. Под занавес 2019 года здесь открыли новый детский сад. Его посещают больше 200 ребятишек. Уютные, оснащенные всем необходимым группы, прекрасный физкультурно-музыкальный зал, пищеблок с современным технологическим оборудованием и грамотный, профессиональный коллектив. И дети, и родители довольны. Сад очень хороший, очень прекрасный коллектив. Сад новый. Техническое оснащение очень хорошее. Площатки хорошие. Все свежее, конечно, будет нравиться детям. Территория красивая, обугороженная. Персонал добрый, приветливый. И кормят хорошо. Есть в детском садике даже собственный мини-огород. Разумеется, в образовательных целях. Это у нас начинается с весны, с огорода на подоконнике. Дети еще в марте. Конец февраля-март сажают на подоконнике. У всех есть свои программные растения. Дети выращивают рассаду. И уже только потом, уже в апреле-майе, мы уже пересаживаем это на огород. Экологическое воспитание у нас стоит на первом месте. И также детки приходят в огород. Они узнают о растениях, о картофеле, баклажанах на стоп-топе. Все-все подписано, что у нас здесь сидит. Ухаживают и также они рассматривают и понимают, какие листочки у картофеля, какие листочки у лука, чем отличаются способы ухода, способы полива, рыхления. И тем самым они учатся бережно относиться к природе и любить природу. Снежская гимназия тоже может похвастаться нестандартным подходом к обучению детей. Это инновационная образовательная площадка, на базе которой действует Центр православной культуры и нравственности и Центры технического и технологического образования. Мы получаем некий такой синергетический эффект от развития как образовательных программ в рамках работы ЦТО, так и дополнительного образования Центра технического образования гимназии. Уже есть первые такие промежуточные результаты. Наш мальчик стал победителем в рамках чемпионата WorldSkills, представлял наш субъект федерации на федеральном уровне. Это наша большая гордость. Ну и есть достаточно большие здесь эффекты и образовательные результаты от этого Центра на Всероссийской Олимпиаде школьников. Это образовательное учреждение самое большое в Брянском районе. В нем 1700 учеников. Даже с учетом возведенной в 2017 году пристройки на 500 мест, здесь уже не хватает площадей, чтобы организовать учебный процесс в одну смену. За последние годы наша образовательная организация очень сильно прибавила в количестве. Надеюсь, что, конечно, и в качестве. На данный момент у нас 1724 обучающихся. К сожалению, часть классов нам пришлось перевести во вторую смену, но мы постарались сделать этот график достаточно продуманным и, наверное, адекватным ситуацией и щадящим. Район прирастает приблизительно 2-2,5 тысячи каждый год. И детьми тоже в том числе. Поэтому острая необходимость, просто острая необходимость строительства детского сада в районе мегаполиса, строительства школы как минимум тысячника, это тоже в районе мегаполиса, строительства школы Новые Дарковичи, строительства школы САД 2 в 1, это жюриническое поселение село Жюриничи. Все это стоит в планах. В 2017 году в поселке Свень открыли новую школу. Раньше дети учились в трех деревянных бараках после военной постройки. Сейчас в их распоряжении просторное здание с самым современным оборудованием. Праздительная перемена. Дети очень долго привыкали, очень долго осваивали и территорию, и оборудование, потому что наша школа не только красивое здание, но очень современная начинка. То есть мы располагаем всеми современными цифровыми образовательными ресурсами, можем предложить обучение и для, не только для учебного плана, для предметов учебного плана, но организуем неурочную деятельность. В этом году на базе нашей школы откроется еще центр естественно-научного направления «Точка роста». Поэтому стараемся давать нашим детям максимум, так как у нас есть возможности. Ну и я думаю, что получается у нас. Современными и комфортными становятся и другие образовательные учреждения, причем даже самые маленькие. Одно из них – Смольянская средняя общеобразовательная школа. Вот так может выглядеть сегодня малокомплектная сельская школа. В этой учатся, внимание, всего 46 ребят. Но для них сделано все возможное для того, чтобы учеба была не только эффективной, но и комфортной. В капитально отремонтированном корпусе занимаются ученики среднего и старшего звена. От их старой школы остались здесь разве что стены. Здание 1957 года стало современным и комфортным. Обновилась и материально-техническая база. Сейчас школа соответствует всем требованиям современного образования. В ней есть и интерактивные доски, и кабинет, оснащенный ноутбуками и Wi-Fi. Преобразилась и Нетинская школа. Она была построена в 1968 году и не так давно не имела ни теплых туалетов, ни центрального водоснабжения. Сегодня все это есть. Произошли и другие перемены. В прошлом году нам отремонтировали спортивный зал. Замечетный теперь зал. Дети с удовольствием его посещают. А в этом году уже кровля у нас новая, красивая. А также отремонтирован полностью пищеблок. Закуплено новое технологическое оборудование. И поэтому сегодня у нас даже есть посудомоечная машина. Что, в общем-то, для, наверное, поселка это очень здорово. Среди других объектов капитальных преобразований детские сады «Солнышко» и «Елочка» в селе Глиничево. Сегодня они уже мало напоминают дошкольные учреждения советской эпохи. Я входила в этот детский сад. И вы знаете, именно в эту группу, в которой мы сейчас с вами находимся. Конечно, тогда было красиво тоже, потому что это детство, это всегда прекрасно. А сейчас, когда в взрослой жизни, я понимаю, что здесь теперь уже мои внуки в этом детском саду воспитываются. И здесь не просто уютное, теплое помещение. Здесь очень современное помещение, современное оборудование. И, конечно, замечательный, внимательный, теплый коллектив. За последние годы в школах и детских садах Брянского района отремонтировали порядка 20 кровель. Заменили более 3000 оконных блоков. Капитально отремонтировали 14 спортзалов и 5 пищеблоков. Конечно, это огромная, кропотливая работа. Но мы очень благодарны и администрации, правительству Брянской области, Брянского района, всем нашим подрядчикам, которые очень добросовестно выполняют свою работу. И особые слова благодарности, конечно, тем физическим коллективам, которых коснулось этой радости, которые активно включились в эту работу. Меняются и учреждения дополнительного образования. Яркий пример – Добрунская школа искусств. На ее модернизацию за последние два года выделили почти 15 миллионов рублей. И по оснащению, и по количеству направлений подготовки, а их здесь 12. Эта сельская школа искусств даст спору многим городским. Здесь учат даже цирковому мастерству. Занятия посещают в основном девчонки, в общей сложности около 50 человек. Сестры Амиралиевы – уже настоящий состоявшийся дуэт. Старшая Динара занимается с 11 лет, последние три года – с младшей сестренкой Миланой. Вообще не страшно. И мне всегда очень нравился цирк, поэтому я решила сюда пойти. Даже самые маленькие воспитанники цирковой студии готовы продемонстрировать свои навыки, и они впечатляют. Мы постоянные участники международных, областных конкурсов. Становимся лауреатами постоянно этих конкурсов. В цирке, если у нас есть мероприятие, мы поддерживаем связь, и дети всегда выступают. На день цирка было мероприятие. Уже не один раз мы принимали участие там. А еще ребята учатся играть на музыкальных инструментах, осваивают вокал, азы изобразительного искусства, театрального мастерства. Есть и те, кто стоит на пуантах. Когда мы только начинали, здесь, в принципе, были музыкальные предметы, как бы фортепиано, баян, по-моему, даже уже еще хореография. И когда мы начинали делать концерты, отчетные первые у нас каждый год, у нас зал, ну, сидело, ну, может, 20-15 человек. Ну, когда мы открыли цирк и все остальное, которое вы уже видели, знаете, у нас два с половиной часа, как проходит концерт, зал переполнен, и два с половиной часа никто просто-напросто не встает и не уходит. Спортивные школы Брянского района тоже модернизируют. В 2019 году спортшколе деревни Добрунь выделили более 56 миллионов рублей. В населенном пункте появился современный стадион с футбольным полем, легкоатлетическими дорожками и трибунами. Начали дедушки, бабушки ходить с 6 часов утра по беговым дорожкам, прекрасно беговые дорожки, по которым можно нормально заниматься. Прекрасное футбольное поле, где дети занимаются с утра и до самого вечера. Востребованы и другие спортивные объекты, а также сельские дома культуры, которые в последнее время переживают буквально второе рождение. Кардинально преобразился культурно-досуговый центр Брянского района и четыре его филиала. В сфере здравоохранения тоже большие перемены. В селе Супонево построена новая современная поликлиника. В Толмачево открыт офис врача общей практики. Для нас это особое значение, что нам рядом его открыли, что не нужно никуда ехать, с малышкой очень удобно. Все новые инвестиционные проекты дают району рабочие места и налоговое поступление. На территории Брянского района зарегистрировано около 4 тысяч юридических и физических лиц налогоплательщиков. И каждый год количество налогоплательщиков в Брянском районе увеличивается. В 2020 году и первое полугодие 2021 года, даже в период пандемии, мы по доходной части бюджета, мы идем с опережающими темпами как минимум на 25 миллионов. В Брянском районе реализуются не только крупные инвестпроекты. Свою нишу занимают малые предприятия. Фермерское хозяйство Дмитрия Сычева снабжает торговые сети малиной. Увидел саму ягоду, которая произошла на поле в Кокино, в Гао. И меня очень заинтересовало. В тот момент была земля свободная и решил заняться выращиванием этих ягод. Как бы ниша не занята и в России мы на данный момент даже 18% не покрываем потребности этой ягоды. Очень такое перспективное занятие. А еще на территории Брянского района реализуется программа по обеспечению молодых семей земельными наделами. Данный проект реализуется уже с 2019 года. Проведены работы Управлением капитального строительства по строительству газопроводов, сетей водоснабжения, артезианских скважин. Администрация Брянского района реализуется проект по строительству автомобильных дорог. Чтобы обеспечить многодетные семей, чтобы они могли получить участки, к которым подведены все коммуникации. Чтобы они могли просто начать строительство своих домовладений. В Брянских Черемушках уже появились первые дома. И кто знает, быть может совсем скоро эти земли превратятся в густонаселенный и престижный район. Строятся дороги, прокладываются коммуникации и в других населенных пунктах. Брянский район стремительно развивается и хорошеет. Это место, где действительно хочется жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова